Владимир Владимирович, здравствуйте. Мы вас каждый год ждём с нетерпением, но в этом году, наверное, нетерпение было ещё более нетерпеливым, чем обычно. Очень много есть тем для обсуждения. — Да, догадываюсь. Спасибо большое, уважаемые участники пленарного заседания, дамы и господа, друзья. Я немножко познакомился с дискуссиями, которые здесь проходили в предыдущие дни. Очень интересно, содержательно. Надеюсь, вы не пожалели, что приехали в Россию и общаетесь друг с другом. Я рад всех вас видеть. На площадке Валдайского клуба мы с вами не раз говорили о тех сдвигах, серьёзных, больших сдвигах, которые уже произошли и происходят в мире. О тех рисках, которые связаны с деградацией мировых институтов, с размыванием принципов коллективной безопасности, с подменой международного права так называемыми правилами. Вот хотел сказать, понятно, кем придуманными, но, пожалуй, и это не точно. Вообще непонятно, кем придуманы. На чём основаны эти правила, что внутри этих правил. Судя по всему, есть только попытка утвердить одно правило, чтобы власть придержащие, сейчас о власти говорили, я говорю о глобальной власти, имели возможность жить вообще без всяких правил, и всё им было позволено, всё бы сходило с рук, чего бы они ни делали. И вот, собственно говоря, те самые правила, о которых нам постоянно, как в народе говорят, талдычат, то есть постоянно об этом говорят. Ценность валдайских дискуссий в том, что здесь звучат самые разные оценки и прогнозы. Насколько они были верны, показывает сама жизнь, самый строгий и объективный экзаменатор жизни. Вот она показывает, насколько были верны наши предварительные дискуссии в предыдущие годы. Уже, увы, события пока продолжают развиваться по негативному сценарию, о котором мы говорили не раз и не два в ходе предыдущих встреч. Более того, они переросли в масштабные эти события, в системный кризис, и не только в военно-политическую, но и в экономической, и в гуманитарной сферах. Так называемый Запад, условно, конечно, нет никакого единства, всё понятно, что это очень сложный конгломерат. Но, тем не менее, скажем так, что вот этот Запад в последние годы и особенно в последние месяцы принял целый ряд шагов на обострение. Ну, собственно говоря, они всегда играют на обострение, ничего здесь нового тоже нет. Это разжигание войны на Украине, это провокации вокруг Тайваня, дестабилизация мирового продовольственного и энергетического рынков. Последнее, конечно, было сделано не специально, это здесь нет никаких сомнений, а всего ряда системных ошибок, вот как раз тех западных властей, о которых я уже и упоминал. А как мы сейчас видим, плюс к этому ещё и уничтожение общеевропейских газопроводов. Это вообще такая запредельная вещь, но, тем не менее, мы являемся свидетелями этих печальных событий. Власть над миром – это вот как раз то, что этот так называемый Запад поставил на кон в своей игре. Но игра эта, безусловно, опасная, кровавая и, я бы сказал, грязная. Она отрицает суверенитет стран и народов, их самобытность и уникальность, не ставит ни во что интересы других государств. Во всем случае, если прямо не говорится об отрицании, но на практике именно это и проводится в жизни. Никто, кроме тех, кто формулирует эти самые правила, о которых я сказал, не имеет права на самобытное развитие. Все остальные должны быть причесаны под эти самые правила. В этой связи напомню о предложениях России западным партнёрам по укреплению доверия и выстраиванию системы коллективной безопасности. В декабре прошлого года их в очередной раз просто отшвырнули в сторону. Но в современном мире отсидеться вряд ли получится. Посеявший ветер, как говорится, пожнёт бурю. Кризис действительно приобрёл глобальный характер, он затрагивает всех. Тут не надо питать никаких иллюзий. Перед человечеством сейчас, по сути, два пути. Или дальше накапливать груз проблем, которые неизбежно всех нас раздавят. Или всё же вместе попытаться найти решения, пусть и не идеальные, но работающие, способные сделать наш мир более стабильным и более безопасным. Вы знаете, я всегда верил и верю в эту силу здравого смысла. Потому убеждён, рано или поздно и новым центром многополярного мироустройства, и Западу придётся начать равноправный разговор об общем для нас будущем. И чем раньше, тем лучше, разумеется. И в этой связи обозначу некоторые крайне важные для всех нас акценты. Сегодняшние события отодвинули на второй план экологические проблемы. Как ни странно, но хотел бы начать именно с этого. Вопросы климатических изменений перестали быть в первых строчках повестки дня. Но эти фундаментальные вызовы, они ведь никуда не исчезли, никуда не делись. Они только нарастают. Одно из опаснейших последствий нарушения экологического баланса – это сокращение биоразнообразия в природе. И вот сейчас перехожу к основной теме, ради которой мы все и собрались. Но разве менее важно другое разнообразие – культурное, социальное, политическое, цивилизационное. Вместе с тем упрощение, стирание всех и всяких различий стали чуть ли не сущностью современного Запада. Что стоит за таким упрощением? Прежде всего, это исчезновение творческого потенциала самого Запада и стремление сдержать, блокировать свободное развитие других цивилизаций. Есть здесь и прямой меркантильный, конечно, интерес. Навязывая свои ценности, потребительские стереотипы, унифицированные культуры и мировоззрения должны быть универсальными. Ну, если это прямо и не говорится, хотя и прямо тоже говорят частенько. Если прямо не говорят, именно так себя и ведут и настаивают на том, по сути, по факту жизни своей политикой, настаивают на том, чтобы именно эти ценности были безоговорочно приняты всеми остальными участниками международного общения. Приведу цитату из знаменитой гарвардской речи Александра Александровича Солженицына. Ещё в 1978 году он отмечал, что для Запада характерно, дальше цитата, «длящееся ослепление превосходства». Вот это всё и происходит до сих пор. Которая, и дальше цитата, «поддерживает представление, что всем обширным областям на нашей планете следует развиваться и доразвиться до нынешних западных систем». 1978 год. Да ничего не поменялось. За прошедшие почти полвека это ослепление, о котором говорил Солженицын, откровенно, расистское и неоколониальное по своему характеру, приобрело уже просто уродливые формы, особенно после того, как возник так называемый однополярный мир. Что хочу на это сказать? Уверенность в своей непогрешимости – это очень опасное состояние. От неё один шаг до желания самих непогрешимых – просто уничтожить тех, кто им не нравится. Как они говорят, отменить. Давайте вдумаемся хотя бы в значение этого слова. Даже в самый разгар холодной войны, на пике противостояния систем, идеологии и военного соперничества, никому даже и в голову не приходило отрицать само существование культуры, искусства, науки других народов своих оппонентов. В голову даже никому не приходило. Да, вводились определённые ограничения на образовательные, научные, культурные и, к сожалению, на спортивные связи. Но, тем не менее, и у советских, и у американских руководителей того времени хватало понимания, что к гуманитарной сфере нужно относиться деликатно, изучая и уважая соперника, подчас кое-что и заимствуя у него, чтобы сохранить хотя бы на будущее основу для здравых, плодотворных отношений. А сейчас что происходит? До сжигания книг в своё время дошли нацисты. А теперь до запретов Достоевского и Чайковского скатились западные родители либерализма и прогресса. Так называемая культура отмены, а на самом деле, мы уже об этом много раз говорили, настоящая отмена культуры выкашивает всё живое и творческое. Не даёт развиваться свободной мысли ни в одной из областей, ни в экономике, ни в политике, ни в культуре. Сама либеральная идеология сегодня изменилась до неузнаваемости. Если изначально классический либерализм понимал свободу каждого человека, как свободу говорить, что хочешь, делать, что хочешь, то уже в 20 веке либералы стали заявлять о том, что у так называемого открытого общества есть враги. Оказывается, у открытого общества есть враги. И свобода таких врагов может и должна быть ограничена, а то и отменена. Теперь же и вовсе дошли до абсурда, когда любая альтернативная точка зрения объявляется подрывной пропагандой и угрозой демократии. Вот чего из России не исходит, это всё происки Кремля. Но на себя-то посмотрите. Неужели мы такие всемогущие? Любая критика в адрес наших оппонентов, любая, воспринимается как происки Кремля, рука Кремля. Но это бред какой-то. Да чего скатились-то? Ну хоть мозгами-то пошевелите, как-то поинтереснее что-нибудь изложите. Свою точку зрения изложите как-то концептуально. Нельзя же всё сваливать на козни Кремля. Всё это ещё в XIX веке пророчески предсказал Фёдор Михайлович Достоевский. Один из персонажей его романа «Бьесы», нигилист Шагалёв, так описал выдуманное им светлое будущее. Цитата. «Выходя из безграничной свободы, я заключаю безграничным деспотизмом». Вот к этому, кстати говоря, и пришли наши западные оппоненты. Ему вторит и другое действующее лицо романа Пётр Верховенский. Утверждая, что необходимо повсеместное предательство, доносительство, шпионство, что общество не нуждается в талантах и высших способностях. И дальше. «Цоцирону отрезывается язык, Копернику выкалывают глаза, Шехспир побивается каменями». Ну вот к этому и приходят наши западные оппоненты. Что это, как не современная западная культура отмены? Вот великие были мыслители, и я благодарен, скажу по-честному, моим помощникам, которые нашли эти цитаты. Что можно на это сказать? История расставит, безусловно, всё расставит на свои места и отменит не величайшие произведения общепризнанных гениев мировой культуры, а тех, кто сегодня почему-то решил, что вправе этой мировой культурой распоряжаться по своему усмотрению. Само мнение у таких деятелей, что называется, зашкаливает. Вот только имён их через несколько лет никто даже и не вспомнит. А в Достоевске будет жить и Чайковский, и Пушкин, как бы кому этого ни хотелось. Именно на унификации, на финансовом и технологическом монополизме, на стирании всех и всяческих различий строилась и западная модель глобализации, неоколониальная по своей сути. Задача была понятна – укрепить безоговорочное доминирование Запада в мировой экономике и политике. А для этого поставить себе на службу природные и финансовые ресурсы, интеллектуальные, кадровые и экономические возможности всей планеты. Сделать это под соусом так называемой новой глобальной взаимозависимости. Здесь хотел бы вспомнить ещё одного русского философа Александра Александровича Зиновьева, столетия которого, столетия со дня рождения которого мы будем отмечать буквально на днях, 29 октября. Ещё более 20 лет назад он говорил, что для выживания западной цивилизации на достигнутом ею уровне необходимо вся планета как среда существования, необходимы все ресурсы человечества. Они на это и претендуют. Так и есть. Всё так и есть. Причём в этой системе Запад изначально заложил себе огромную фору, так как сам разрабатывал её принципы и механизмы, как сейчас вот эти самые принципы, о которых постоянно твердят и которые являются непонятной дырой чёрной. Что это такое, никто не знает. Но как только выгоду из глобализации стали извлекать не западные страны, а другие государства, и прежде всего речь идёт, конечно, о крупных государствах Азии, Запад сразу же поменял или вовсе отменил многие правила. И о священных, так называемых, священных принципах свободы торговли, экономической открытости, равноправной конкуренции, даже о праве собственности вдруг сразу забыли, напрочь. Как стало выгодно что-то для себя, так сразу на ходу, по ходу игры меняют правила. Или другой пример подмена понятий и смыслов. Западные идеологи и политики много лет говорили и твердили всему миру, демократии нет альтернативы. Правда, речь они вели именно о западной, либеральной так называемой модели демократии. Всё остальное, все остальные варианты и формы народовластия, они с презрением, и хочу это подчеркнуть, через губу, высокомерно отвергали. Такая манера сложилась уже давно, ещё с колониальных времён. Всех считают людьми второго сорта, а себя исключительными. Так и продолжается столетиями до сих пор. Но вот сегодня абсолютное большинство мирового сообщества как раз и требует демократии в международных делах. Не принимает любые формы авторитарного диктата отдельных стран или групп государств. Что это как не прямое применение принципов народовластия на уровне международных отношений? И какова же позиция «цивилизованного» в кавычках Запада? Если вы демократы, то, казалось бы, должны приветствовать такое естественное стремление к свободе миллиардов людей. Но нет. Запад называет его подрывом либерального порядка, основанного на правилах тех же самых. Пускай вот экономические и торговые войны, санкции, бойкоты, цветные революции готовят и проводят разного рода перевороты. Вот один из них привёл к трагическим последствиям на Украине в 2014 году. Поддержали же, даже сказали, сколько денег истратили на этот переворот. Вообще охамели просто. Не стесняются ничего. Взяли вот Сулеймани, убили иранского генерала. Можно как угодно относиться было к Сулеймани. Ну, как угодно. Но это официальное лицо другого государства. Убили на территории третьей страны. И сказали, да, мы убили. Чё это такое вообще? Мы где живём? Вашингтон по привычке продолжает называть в нынешней мере порядок по-американски либерально. Но на самом деле с каждым днём этот пресловутый порядок умножает хаос. И, добавлю, становится всё более нетерпимым. Даже по отношению к самим западным странам, к их попыткам проявить любую самостоятельность. Всё подавляется на корню прямо. И вводят ещё санкции против своих собственных союзников. Без всякого стеснения. А те совсем соглашаются, низко опуская голову. Ну, например, июльские предложения венгерских парламентариев закрепить в договоре о Евросоюзе приверженность европейским христианским ценностям и культуре были восприняты даже не как фронта, а как прямая враждебная диверсия. Это что такое? Ну, как это понимать? Ну, да, кому-то это может нравиться, кому-то не нравится. У нас в России за тысячу лет сложилась уникальная культура взаимодействия между всеми мировыми религиями. Ну, не надо ничего отменять. Ни христианские ценности, ни исламские, ни иудейские ценности. Другие мировые религии у нас присутствуют. Надо просто с уважением относиться друг к другу. У нас в целом ряде регионов страны, я просто знаю это, не понаслышке, люди ходят и вместе отмечают и христианские праздники, и исламские, и буддистские, и иудейские. И делают это с удовольствием, поздравляют друг друга и радуются друг за другом. А здесь нет. Почему нет? Ну, хотя бы пообсуждали. Удивительно всё. Всё это без преувеличения даже не системный, а доктринальный кризис неолиберальной модели мироустройства по-американски. У них нет идей созидания позитивного развития. Им просто нечего предложить миру, кроме сохранения своего доминирования. Убеждён, настоящая демократия в многополярном мире прежде всего предполагает возможность любого народа, хочу это подчеркнуть, любого общества, любой цивилизации, выбирать свой собственный путь, собственную социально-политическую систему. Если такое право есть у США, у стран Евросоюза, то оно, безусловно, есть и у стран Азии, у исламских государств, монархии Персидского залива, государств других континентов. Есть оно, конечно, и у нашей страны, и у России. И никто никогда не сможет диктовать нашему народу, какое общество и на каких принципах мы должны строить. Прямая угроза для политической, экономической, идеологической монополии Запада в том, что в мире могут возникнуть альтернативные общественные модели, более эффективные, хочу это подчеркнуть, более эффективные в сегодняшнем дне, яркие, привлекательные, чем те, что есть. Но такие модели обязательно будут развиваться. Это неизбежно. Все должны, кстати говоря, американские политологи, специалисты, они же пишут об этом прямо. Правда, их власть придержащие не очень-то слушают, хотя не могут не видеть эти идеи, которые высказываются на страницах политологических журналов и в дискуссиях. Необходимо развивать, развитие должно идти именно в диалоге цивилизации, с опорой на духовно-нравственные ценности. Да, и у разных цивилизаций разное понимание человека, его природы, оно только, честно, на поверхности только разное. Но все признают высшее достоинство и духовную сущность человека. И это чрезвычайно важный общий фундамент, на котором мы, безусловно, можем строить и должны строить свое будущее. Что я здесь хочу особо подчеркнуть? Традиционные ценности – это не какой-то фиксированный свод постулатов, которых надлежит придерживаться всем. Конечно же, нет. Их отличие от так называемых неолиберальных ценностей в том, что в каждом случае они неповторимы, потому что вытекают из традиции конкретного общества, его культуры и исторического опыта. Поэтому традиционные ценности нельзя никому навязать. Их необходимо просто уважать, бережно относиться к тому, что выбирал веками каждый народ. Выбирал веками каждый народ. Таково наше понимание традиционных ценностей. И этот подход разделяет и принимает большинство человечества. Это закономерно. Ведь именно традиционные общества Востока, Латинской Америки, Африки, Евразии составляют основу мировой цивилизации. Уважение к особенностям народов и цивилизаций в интересах каждого. На самом деле, это в интересах и так называемого Запада. Теряя превосходство, он быстро превращается в меньшинство на мировой арене. И, безусловно, право этого западного меньшинства на собственное культурное своеобразие, безусловно, хочу это подчеркнуть, должно быть обеспечено. Относиться нужно к этому, безусловно, с уважением, но подчеркну, наравне с правами всех остальных. Если западные элиты полагают, что смогут внедрить в сознание своих людей, своих обществ странноватые, на мой взгляд, новомодные тенденции вроде десятков гендеров и гей-парадов, так тому и бы и. Да пускай делают, что хотят, но на что они точно не имеют права, так это требовать от других следовать в том же направлении. Мы видим, что в западных странах идут сложные демографические, политические, социальные процессы. Безусловно, это их внутреннее дело. Россия в эти вопросы не вмешивается и не собирается этого делать. В отличие от Запада мы в чужой двор не лезем, но мы рассчитываем, что прагматизм восторжествует. И диалог России с подлинным, традиционным Западом, как и с другими равноправными центрами развития, станет важным вкладом в строительство многополярного миропорядка. Добавлю, что многополярность – это реальный, а по сути единственный шанс для той же Европы восстановить свою политическую и экономическую субъектность. Ну, чего греха таить, мы же все понимаем и говорят в той же Европе об этом прямо. Сегодня это право субъектности Европы, как бы сказать помягче, чтобы никого не обидеть, сильно ограничено. Мир по своей природе многообразен, и попытки Запада загнать всех под один шаблон объективно обречены. Ничего из этого не выйдет. Самодельное стремление к мировому лидерству, а по сути к диктату или к сохранению лидерства посредством диктата, на самом деле оборачивается снижением международного авторитета и лидеров Западного мира, в том числе Соединённых Штатов. Ростом недоверия к их договороспособности в целом. Сегодня одно, говорят, завтра другое. Документы подписывают, завтра от них отказываются. Ну, что хотят, то и делают. Ну, где, какой-то стабильности нет вообще, ни в чём. Как документы подписывать, о чём говорить, на что можно надеяться, совершенно непонятно. Если раньше с той же Америкой позволяли себе спорить лишь немногие страны, и это выглядело чуть ли не как сенсация, то теперь уже обыденность, когда самые разные государства отказывают Вашингтону в его безосновательных требованиях, несмотря на то, что он по-прежнему пытается надавить на всех. Ошибочная политика абсолютно. Ну, в никуда просто. Ну, пускай это тоже их выбор. Я убеждён, что народные меры не станут закрывать глаза на политику принуждения, которые дискредитировали себя. И всякий раз за попытки сохранить свою гегемонию Западу придётся платить и платить всё большую и большую цену. На месте этих элит западных серьёзно задумывался бы над такой перспективой, так же, как над этим задумываются, как я уже говорил, некоторые политологи, да и политики в самих Соединённых Штатах. В нынешних условиях жёсткого конфликта, скажу прямо некоторые вещи, Россия, будучи самостоятельной, самобытной цивилизацией, никогда не считала и не считает себя врагом Запада. Американофобия, англофобия, франкофобия, германофобия – это такие же формы расизма, как русофобия и антисемитизм, впрочем, как и любые проявления ксенофобии. Просто нужно чётко понимать, что есть, как я уже говорил перед этим, два запада, как минимум два, а может и больше, но как минимум два. Запад традиционных, прежде всего, христианских ценностей, свободы, патриотизма, богатейшая культура, но теперь уже и исламских ценностей тоже значительная часть населения многих стран Запада исповедует ислам. Но этот Запад нам в чём-то близок. У нас во многом общие, ещё античные корни даже. Но есть и другой Запад, агрессивный, космополитичный, неоколониальный, выступающий как орудие неолиберальных элит. Именно с диктатом этого Запада Россия, конечно же, никогда не смирится. В 2000 году, после избрания президентом, всегда с чем столкнулся, я всегда буду об этом помнить, помнить о том, какую цену мы заплатили за то, чтобы уничтожить террористическое гнездо на Северном Кавказе, которое Запад тогда практически открыто поддерживал. Здесь все взрослые люди, большинство из вас, присутствующих в этом зале, понимают, о чём я говорю. Мы же знаем, что именно так оно и было на практике. Финансовая, политическая, информационная поддержка – ничего. Все мы это пережили. Больше того, не только активно поддерживал террористов на территории России, но и во многом взрастил эту угрозу. Мы знаем это. И тем не менее, после стабилизации ситуации, когда основные банды террористов были разгромлены, в том числе и благодаря мужеству чеченского народа, нами было принято решение не оборачиваться назад, не строить из себя обиженных, идти вперёд, строить отношения, даже с теми, кто фактически работал против нас, налаживать и развивать отношения со всеми, кто этого хочет, на базе взаимной выгоды и уважения друг к другу. Думалось, это в общих интересах. Россия, слава Богу, пережила все трудности того времени. Выстояла, укрепилась, с внутренним и внешним терроризмом справилась, экономика сохранилась, начала развиваться, обороноспособность начала повышаться. Мы пытались выстроить отношения и с ведущими странами Запада, и с НАТО. Посыл был один – давайте перестанем быть врагами, давайте жить дружно, давайте вести диалог, укреплять доверие, а значит и мир. Мы были абсолютно искренними, хочу это подчеркнуть, отчётливо понимали всю сложность подобного сближения, но шли на это. И что же мы получили в ответ? Получили, коротко говоря, по всем практически основным направлениям возможного сотрудничества – нет. Получили постоянно растущее давление на нас и создание очагов напряжённости у наших границ. И цель, с позволения спросить этого давления, это какая? Ну какая? Потренироваться так просто, что ли? Ну, конечно же, нет. Цель – сделать Россию более уязвимой, цель – превратить Россию в инструмент для достижения своих собственных геополитических целей. Вот. Ну, собственно говоря, это универсальное правило. Всех стараются превратить в инструмент для того, чтобы использовать инструменты эти для своих целей. А те, кто не подчиняется этому давлению, не хочет быть таким инструментом, против них вводятся санкции, против них или в отношениях проводятся всякого рода экономические ограничения, переворота готовятся или там, где, возможно, проводятся и так далее, и так далее. А в конечном итоге, если вообще не удаётся ничего сделать, цель – одно уничтожить, смахнуть с политической карты. Ну, не получилось и не получится никогда в отношении России развернуть и реализовать такой сценарий. Что хотел бы ещё добавить? Россия не бросает вызов элитам Запада. Россия просто отстаивает своё право на существование и свободное развитие. При этом мы сами не собираемся становиться новым каким-то гегемоном. Россия не предлагает заменить однополярность двуполярностью, трёхполярностью и так далее. Доминирование Запада доминированием Востока, Севера или Юга – это неизбежно привело бы к новому тупику. Я хочу здесь привести слова великого русского философа Николая Яковлевича Данилевского, который считал, что прогресс состоит не в том, чтобы идти всем в одном направлении, как нас подталкивают наши оппоненты. В таком случае прогресс скоро бы прекратился, говорит Данилевский, а в том, чтобы исходить всё поле, составляющее поприще исторической деятельности человечества во всех направлениях. И он добавляет, что ни одна цивилизация не может гордиться тем, чтобы она представляла высшую точку развития. Убеждён, диктатуре можно противопоставить только свободу развития стран и народов. Деградация личности, любовь к человеку, как к творцу, примитивному упрощению и запретам цветущую сложность культур и традиций. Смысл сегодняшнего исторического момента как раз и состоит в том, что перед всеми цивилизациями, государствами и их интеграционными объединениями действительно открываются возможности для своего демократического оригинального пути развития. И прежде всего мы считаем, что новый миропорядок должен основываться на законе и праве, быть свободным, самобытным и справедливым. Так более справедливыми и открытыми должны стать мировая экономика и торговля. Россия считает неизбежным процесс формирования новых международных финансовых платформ, в том числе для целей международных расчётов. Такие платформы должны находиться вне национальных юрисдикций, быть безопасными, деполитизированными, автоматизированными и не зависеть от какого-либо единого центра управления. Возможно это сделать или нет? Конечно, да, потребует немало усилий, объединения усилий многих стран. Но сделать это можно. Это исключит возможность злоупотребления в сфере новой глобальной финансовой инфраструктуры, позволит эффективно, выгодно и безопасно обходиться при международных сделках без доллара и других так называемых резервных валют. Тем более, что, используя доллар как оружие, Соединённые Штаты и Запад в целом дискредитировал Институт международных финансовых резервов. Сначала их обесценил за счёт инфляции в зоне доллар и евро, а потом и вовсе ЦАП-ЦАРАП прикарманил наши золотовалютные резервы. Переход к расчётам в национальных валютах будет активно набирать обороты, неизбежно. Это, конечно, зависит от уровня состояния эмитентов этих валют, состояния их экономик, но они будут укрепляться. И такие расчёты, безусловно, постепенно станут доминировать. Такова логика суверенной экономической и финансовой политики многополярного мира. Далее. Сегодня новые центры мирового развития уже обладают уникальными технологиями и научными разработками в самых разных областях. И по многим направлениям могут успешно конкурировать с западными транснациональными компаниями. Очевидно, что у нас есть общая, вполне прагматичная заинтересованность в честном и открытом научно-технологическом обмене. Вместе каждый выиграет больше, чем по отдельности. Пользу должно получать большинство, а не отдельные сверхбогатые корпорации. А как обстоит дело сегодня? Если Запад продаёт другим странам лекарства или семена продовольственных культур, то приказывают убить национальную фармацевтику и селекцию. По сути, ведь на практике всё сводится к этому. Поставляет станки и оборудование – губит местное машиностроение. Знаете, стоит только, вот я ещё, будучи представителем правительства, это понял. Стоит только рынок открыть для определённой товарной группы, всё, местный производитель лёг, и уже почти невозможно поднять голову. Выстраивает так отношения. Таким образом, происходит захват рынков и ресурсов. Страны лишаются своего технологического научного потенциала. Это не прогресс, а закабаление, сведение экономик до примитивного уровня. Технологическое развитие должно не усиливать мировое неравенство, а сокращать его. Именно так традиционно реализует свою внешнюю технологическую политику Россия. Ну, например, строя в других государствах атомные электростанции, мы одновременно создаём там центры компетенций, готовим национальные кадры. Мы отрасли создаём. Мы не строим просто предприятия, а создаём целую отрасль. По сути, даём другим странам возможность совершить реальный прорыв в своём научно-технологическом развитии, сократить неравенство, вывести свою энергетику на новый уровень эффективности и экологичности. Вновь подчеркну, суверенитет, самобытное развитие ни в коем случае не означают изоляцию авторкии, а наоборот предполагают активное взаимодействие и взаимовыгодное сотрудничество. На справедливых и равноправных принципах. Если либеральная глобализация – это обезличивание, навязывание всему миру западной модели, то интеграция, напротив, раскрытие потенциала каждой цивилизации в интересах целого ради общего выигрыша. Если глобализм – это диктат, к этому всё сводится в конечном итоге, то интеграция – это совместная выработка общих стратегий, выгодных всем. В этой связи Россия считает важным активнее запускать механизмы создания больших пространств, построенных на взаимодействии стран-соседей, чья экономика, социальная система, ресурсная база, инфраструктура дополняют друг друга. Такие большие пространства, по сути, и есть основа многополярного мироустройства, экономическая основа. Из их диалога и рождается подлинное единство человечества, гораздо более сложное, самобытное и многомерное, чем в упрощённых представлениях западных идеологов. Ну, некоторых западных идеологов. Единство человечества не строится по команде «делай, как я», «будь, как я». Оно формируется с учётом и на основе мнения всех, с бережным отношением к идентичности каждого общества и народа. Именно на таком принципе может развиваться долгосрочное взаимодействие в многополярном мире. В этой связи, возможно, стоит подумать и о том, чтобы структура Организации объединённых наций, в том числе её Совета безопасности, в большей степени отражала именно многообразие мировых регионов. Ведь от Азии, Африки, Латинской Америки в мире завтрашнего дня будет зависеть намного больше, чем принято считать сегодня. И такой рост их влияния, безусловно, позитивен. Напомню, что западная цивилизация не является единственной даже на нашем общем евразийском пространстве. Более того, большинство населения сосредоточено именно на востоке Евразии, там, где возникли отяги древнейших цивилизаций человечества. Ценность и значение Евразии в том, что этот материк представляет собой самодостаточный комплекс, обладающий гигантскими ресурсами любого рода и огромными возможностями. И чем усерднее мы работаем над повышением связанности Евразии, созданием новых путей, форм сотрудничества, тем более впечатляющих успехов будем добиваться. Успешная деятельность Евразийского экономического союза, быстрый рост авторитета и влияния Шанхайской организации сотрудничества, масштабные инициативы в рамках одного пояса, одного пути, планы многостороннего сотрудничества по реализации транспортных коридоров севера и юга, другие и многие другие проекты в этой части мира, уверен, это начало новой эры, нового этапа в развитии Евразии. Интеграционные проекты здесь не противоречат, а взаимно дополняют друг друга. Конечно, если они осуществляются странами-соседними в собственных интересах, а не внедряются внешними силами, чтобы расколоть евразийское пространство, превратить его в зону блокового противостояния. Естественной частью большой Евразии могла бы быть и её западная оконечность, Европа, но многим её лидерам мешает убеждённость, что европейцы лучше других, что им не пристало участвовать в каких-то начинаниях на равных с остальными. За таким высокомерием они как-то и не замечают, что сами стали уже в чужой периферии и превратились, по сути, в вассалов, часто и без права голоса. Уважаемые коллеги, развал Советского Союза разрушил и равновесие геополитических сил. Запад почувствовал себя победителем и провозгласил однополярное мировое устройство, в котором только его воля, его культура, его интересы имели право на существование. Теперь этот исторический период безраздельного доминирования Запада в мировых делах завершается, уходит в прошлый однополярный мир. Мы стоим на историческом рубеже. Впереди, наверное, самое опасное, непредсказуемое и вместе с тем важное десятилетие со времён окончания Второй мировой войны. Запад не способен единолично управлять человечеством, но отчаянно пытается это делать, а большинство народов мира уже не хочет с этим мириться. Вот в этом и есть главные противоречия новой эпохи. Говоря словами классика, ситуация в известной степени революционная. Верхи не могут, а низы не хотят так же жить, если говорить словами классика. Такое положение вещей чревато глобальными конфликтами или целой цепью конфликтов, что представляет собой угрозу для человечества, в том числе и для самого Запада. Конструктивно, созидательно разрешить такое противоречие – вот главная сегодняшняя историческая задача. Смена вех – процесс болезненный, но естественный и неизбежный. Будущее мировое устройство формируется на наших глазах, и в этом мировом устройстве мы должны выслушать всех, принять во внимание каждую точку зрения, каждый народ, общество, культуру, каждую систему мировоззрений, идей и религиозных представлений, не навязывая никому единой истины. И только на этом основании, понимая свою ответственность за судьбу, судьбу народов, планеты, строить симфонию человеческой цивилизации. Вот на этом бы и хотел закончить со словами благодарности за то терпение, которое вы проявили, выслушивая моё сообщение. Спасибо вам большое. Спасибо большое, Владимир Владимирович, за столь всеохватный текст, речи. Не могу вот спонтанно не уцепиться за ваш финал, раз уж вы вспомнили про революционную ситуацию, верхи и низы, но те, кто чуть постарше, все это в школе учили, естественно. А вы сами себя с кем больше ассоциируете, с верхами или с низами? С низами, конечно. Я же с низу. Мама у меня была, как вы знаете, много раз об этом говорил. Семья рабочая. Отец рабочий, мастером работал в последнее время, техникум закончил. Мамы не было образования даже среднего, она просто была рабочей. И нянечкой работала в больнице, и кем только не работала, и дворником работала. С торжем ночным. Не хотела меня оставлять в детском саду, там, в яслях. Поэтому, конечно, я всегда очень тонко чувствую, слава Богу, до последнего времени это было и есть. Надеюсь, сохранится очень тонко чувствую пульс того, чем живёт рядовой человек. То есть на мировом уровне вы на стороне тех, кто не хочет? На мировом уровне, конечно, это входит в круг моих обязанностей смотреть, что происходит на мировом уровне. Я за то, о чём только что выказал, за демократические отношения с учётом интересов всех участников международного общения, а не только интересов так называемого «золотого миллиарда». Понятно. Мы с вами встречались ровно год назад. Тогда атмосфера и обстановка международная были вполне уже напряжённые. Но, конечно, когда мы смотрим на тот октябрь из этого, кажется, что там просто идиллия была. Очень много изменилось за год. Буквально мир перевернулся, как некоторые говорят. Вот для вас лично что изменилось за этот год внутри, я не знаю, в вашем восприятии мира, страны? То, что происходило в последнее и происходит сейчас, в том числе, скажем, в том же украинском направлении, это не изменения, которые происходят сейчас или после начала специальной военной операции России. Нет. Все эти изменения, они идут в течение многих лет уже давно. Просто на это так или иначе кто-то обращает внимание, а кто-то нет. Но это тектонические изменения всего миропорядка. Вы знаете, вот эти тектонические плиты, они же постоянно находятся в движении, где-то в коре земной. Когда, как специалисты говорят, двигаются, двигаются, всё спокойно и тихо. Но изменения всё равно происходят. Вот там раз, зацепились, энергия накапливается, накапливается, потом, пум, сдвинулись. Происходит землетрясение. Вот накопление этой энергии, так, и потом её всплеск такой привели вот к тем событиям, которые происходят. Но они происходили раньше. Ведь в чём суть этих происходящих событий? Возникают новые центры силы, я всё время об этом говорю. Да и не только я, разве во мне дело? Они происходят, ну, по объективным обстоятельствам. Что-то, значит, уже увядает там из прежних центров силы. Сейчас я не говорю даже, сейчас не хочу говорить, почему это происходит. Но это естественный процесс роста, отмирания, изменений. Рождаются новые центры силы, в основном в Азии, конечно. А Африка впереди ещё. Да, Африка очень бедная, очень бедный континент. Пока. Но, смотрите, потенциал какой колоссальный. Латинская Америка – всё это будет точно совершенно развиваться. Происходят вот эти тектонические изменения. Но то, что не мы, а именно Запад довёл до сегодняшней ситуации, если вопросы будут, я готов ещё раз к этому вернуться, к тому, что происходит на Украине. Мы, что ли, совершили там госпереворот, который привёл к серии трагических событий, включая нашу специальную военную операцию? Нет, не мы же это сделали. Но не важно. А важно то, что тектонические изменения происходят и будут происходить. И наши действия здесь ни при чём. Они, да, действительно, они просто высвечивают происходящее событие более ярко и подталкивают некоторые процессы, которые начинают развиваться, может быть, быстрее, чем это было до сих пор. Но в целом они являются неизбежными. И это происходило бы вне зависимости от того, как действовала бы Россия на украинском направлении. А если про наше государство говорить, Вы что-нибудь новое за год о нём узнали? Вы знаете, что касается нашего государства. Конечно, у нас есть издержки, и прежде всего это касается потерь, связанных с проведением специальной военной операции. Я всё время об этом думаю. Но есть экономические потери, но есть огромные приобретения. И то, что происходит, без всякого сомнения, в конечном счёте, я хочу это подчеркнуть, в конечном счёте, идёт на пользу России и её будущего. С чем связано? Это связано с укреплением нашего суверенитета. Это связано, да, причём по всем направлениям. И в данном случае, прежде всего, в экономической сфере. Ведь совсем недавно ещё мы сами с тревогой думали о том, что мы превращаемся в какую-то полуколонию. Мы ничего не можем сделать без наших западных партнёров. Ни финансовых расчётов не можем произвести, ни технологий у нас не будет, значит, рынков не будет, ни рынков сбыта, ни источников приобретения новичных технологий. Ничего нет. Стоит нам только щёлкнуть, и у нас всё разваливается. А нет. Ничего не развалилось. И фундаментальные основы существования российской экономики и самой Российской Федерации оказались гораздо более сильными, чем кто-то об этом думал. Даже, может быть, мы сами. Объективная необходимость не только ускорить процессы импортозамещения, но и заменить тех, кто уходит с нашего рынка, оказалось, что по большинству направлений наш бизнес перехватывает всех, кто уходит. Всех тех, кто уходит. Они ещё на ухо шепчет, мы ненадолго уходим, мы скоро вернёмся. Ну а как? Продают за один доллар, там, много миллиардное имущество. Почему? Менеджменту продают. Это что такое? Значит, договорённость с менеджментом есть, что вернуться. Ну а как иначе-то? Что подарки такие двум-трём конкретно физическим лицам, что ли, делают? Нет, конечно. Да и мы знаем эти настроения. Поэтому вот это чрезвычайно важная вещь. Мы сами, наконец, осознали, мы всё время говорим, мы великая, великая. Мы великая страна. Мы можем это сделать. Мы понимаем среднесрочные последствия негативного характера, связанные с закручиванием технологий. Так нам и так закручивали все критически важные технологии. Как умовские списки вроде отменили, они реально действовали на протяжении десятилетий. Сейчас обострили, конечно. Ничего, выяснилось, что получается у нас, оказывается. И ещё одна очень важная составляющая. Она носит такой духовный характер. И, может быть, это самое главное. Во-первых, вот этот широкий лозунг «своих не бросаем» он на самом деле сидит глубоко в сердце каждого русского и представителя других этнических групп россиян. И готовность бороться за своих людей ведёт к сплочённости общества. В этом всегда была огромная сила нашей страны. Мы её подтвердили и укрепили. И вот это самое главное. А есть что-то за этот год в нашей стране, что вас по-настоящему разочаровало? Да нет. Нет. То есть оргвыводы не нужны, никаких, так сказать, особых изменений не следует? Ну, оргвыводы всегда нужны. Если вы имеете кадровое решение, это естественный процесс. Всё время нужно думать об обновлении по различным направлениям, готовить новые кадры, вводить на новый уровень людей, которые способны работать над задачами более высокого уровня, чем те, над которыми они работали раньше. Конечно, это естественное дело. Но так, чтобы сказать, что кто-то там меня в чём-то разочаровало, нужно там кого-то разгонять, такого нет, конечно. Отлично. Владимир Владимирович, Ваше решение начать специальную военную операцию в феврале было, конечно, большой неожиданностью для всех, в том числе и для большинства граждан России. Вы многократно объясняли логику и причины, мы знаем, но всё-таки это решение такого масштаба, который, наверное, не делается без какого-то особого толчка. Что случилось перед этим решением? Я уже много раз говорил, вряд ли сейчас скажу что-то новое в этой аудитории. Ведь что произошло? Ну, я уже не говорю там про расширение НАТО, которое за счёт Украины, которое было абсолютно неприемлемым для нас. И все это знали, но просто игнорировали, напрочь игнорировали наши интересы в сфере безопасности. И очередная попытка в конце прошлого года в очередной раз провалилась. Нас просто послали подальше и всё, сказали, ладно, сидите там. И, ладно, не буду говорить лишних слов, но, в общем, проигнорировали. Это первое. Второе, что важно, при поддержке своих западных кураторов, представителей киевского режима, публично ведь отказались от выполнения Минских соглашений. Значит, руководитель сказал, что ему не нравится ни один пункт в Минских соглашениях. Публично же сказано. Другие высшие должностные лица прямо заявили, что они не собираются этого делать. Бывший президент сказал, что он подписывал Минские соглашения, но исходило из того, что они не будут никогда реализованы. Но чего ещё больше-то нужно? Ведь одно дело, когда что-то нужно внедрить в сознание миллионов с помощью средств массовой информации и интернета, а другое дело – реальное дело, реальная политика. Вот это всё проходит как бы для миллионов людей о том, о чём я сейчас сказал, незаметно, потому что это топится в информационном поле. Но мы-то это знаем. Вот это всё было сказано, наконец. Что это означало для нас? Для нас означало, что мы должны что-то делать с Донбассом. Но люди 8 лет под обстрелами живут, которые, кстати, и продолжаются до сих пор. Но мы должны были что-то для себя решить. А что мы могли решить? Признать их независимость. Но признать их независимость и бросить просто на произвол судьбы – это вообще неприемлемо. Значит, должны были бы сделать следующее, что мы сделали – включить их в состав российского государства. Они одни не выживут. Это очевидный факт. Но если мы признаём, включаем в состав российского государства, по их воле, мы же знаем настроение людей, а эти самые обстрелы и готовящиеся очередные военные операции со стороны киевского режима продолжаются и неизбежны, они же две провели, две крупномасштабные военные операции, которые закончились безуспешно. Но они же были, а обстрелы бы, безусловно, продолжались. Дальше мы что должны были делать? Проводить операцию. Но чего ждать, пока они начнут? И мы знаем о том, что они готовятся. Ну, конечно, это просто неизбежная логика событий. И эта логика была сформирована не нами. Ну, вот в 2014 году зачем надо было проводить на Украине госпереворот? Янукович фактически отказался от власти. Согласился провести выбор досрочно. Ясно было, что шансов Викторий Фёдорович на меня не обидится, но у него было мало шансов, если они вообще были. И зачем надо было в этих условиях проводить кровавый антигосударственный антиконституционный переворот? Ответа нет. Ну, может быть, только один ответ – показать, кто в доме хозяин. Всем сидеть, извините, меня перед домами прошло извинения, всем сидеть на пупе ровными. И не крякать будет так, как мы скажем. Но вот по-другому я просто не могу объяснить эти действия. Совершили госпереворот, люди не захотели это признавать ни в Крыму, ни на Донбассе. И всё пошло, и всё пришло вот к сегодняшнему трагическим событиям. Но что мешало тому же так называемому Западу реализовать договорённости, которые были достигнуты в Минске? Да, мне вот лично говорили, ну вот в тех условиях и ты бы всё подписал, если бы был в таких условиях. Ну, послушайте меня, но они же подписали. Подписали. Значит, и настаивали на том, чтобы руководители двух тогда непризнанных республик Донбасса поставили свои подписи. Потом взяли одного из них, убили вообще Захарченко. Ну, вот всё вот, все вот эти действия и привели к сегодняшнему трагическому событию. Вот и всё. А нет у вас ощущения, которое, честно говоря, есть в обществе, что противника недооценили? Да нет, мы же… Вы знаете, в чём дело? Дело в том, что мы видели, что происходит. Ну, вот 8 лет создавали укрепрайон на достаточно большую глубину на Донбассе. Ну, и, конечно, лезть туда постоянно нести потери безоснователей бессмысленно. Значит, это первое. Второе, что мы прекрасно понимали, отдавали себе отчёт, что этот процесс-то будет продолжаться. И чем дальше, тем было бы для нас хуже, труднее, опаснее, и мы несли бы больше потери. Вот какими соображениями мы руководствовались. Освоение, на натовское освоение территории-то полным ходом шло. И сейчас идёт, и тогда шло. Эти укрепрайоны были бы не только по линии соприкосновений в сегодняшний Донбассе, везде были бы. Вот и всё. И то, что сейчас мы видим, когда с юга, с севера наши войска так обжимают Донбасс, это одно. А в условиях, когда бы ещё несколько лет создавали там укрепрайоны по всей стране, проводили обучение и накапливали бы там системы вооружений, которых никогда не было, ну и многих и сейчас нет. Была бы абсолютно другая ситуация для России, даже с точки зрения проведения этой специальной военной операции. Вы неоднократно говорили и писали в программной статье, что мы один народ. Вы не изменили эту точку зрения за год? Нет, конечно. А как можно это изменить? Это факт. Это исторический факт. В IX веке на наших территориях зарождалась российская государственность. Сначала в Новгороде, потом в Киеве, потом всё это вместе росло. Значит, это единый народ. Говорили на одном языке, на древнерусском. И изменения в языке-то начали возникать, по-моему, только в XIV или XV веке под влиянием Польши, потому что западные части российского государства оказались в разных странах. Ну вот отсюда изменения пошли. Конечно, я уже об этом говорил, с развитием того или иного этноса возникают разные процессы. Если какая-то часть этого единого этноса в какой-то момент решила, что они достигли такого уровня, что они считают себя отдельным народом, относиться к этому можно только с уважением. Ну, конечно. Но этот процесс происходил не сам по себе. Он происходил, во-первых, как я уже сказал, потому что часть древнерусских западных земель оказалась в составе других государств по целому ряду причин. Эти государства стали продвигать там свои интересы, ну вот те части, которые попали в, скажем, Польшу, там происходило явное ополячивание и так далее, язык начал меняться. Но я же говорил об этом, когда Украина присоединялась к России, писали письма-то в Варшаву и в Москву. В архиве же лезят документы, там написано «Мы, русские православные люди, обращаемся к вам с тем-то, с тем-то». В Москву обращались с просьбой принять состав России, а в Польшу обращались с требованием соблюдать интересы и их православные традиции. Ну, писали «Мы, русские православные люди», это же не я сказал, это та часть народа, которую мы сейчас называем украинцами. Да, дальше всё начало происходить. По своим законам возникла огромная Российская империя, европейские страны пытались и создали отчасти такой барьер между собой и Российской империей. Известный принцип ещё с античных времён – разделяй и властвуй. Вот начались попытки раздела единого русского народа. В XIX веке это начало происходить, приобретало всё больше и больше размаха и поддерживалось прежде всего Запада. Конечно, в части этого населения это культивировалось, кому-то это начало нравиться, особенности свои есть, исторические, языковые. Конечно, это начали использовать именно с этой целью – разделяй и властвуй. Ничего здесь такого необычного, это нет. Ну, достигли определённых целей, безусловно. А потом это выродилось вообще.